В Якутии закончились отборочные соревнования профмастерства по стандартам WorldSkills. Победители из 37 рабочих специальностей боролись за возможность пройти на следующую ступень международной программы и принять участие в региональном открытом чемпионате в 2017 году. На подведение итогов отборочного этапа побывал наш корреспондент Иван Подойницин. В этом году соревнование проходило одновременно в 37 образовательных организациях республики. Число направлений ежегодно увеличивается. Их перечень состоит из всегда актуальных дисциплин, таких как строительство или сантехника, и современных популярных специальностей, видеомонтаж, веб-дизайн, ювелирное дело. Пятый открытый региональный чемпионат – это только ступень первого уровня. После него лидеры попадут уже на отборочные соревнования в Москве, где встретится вся Россия, и только после лучший из лучших отправится на финал в Сочи. Это направление компетенции называется облицовка плиткой. Самое главное, что на каждом рисунке, который представляется участнику, да, даются размеры, то есть размеры от вот этой точки до вот этой точки должен быть определенный размер. Определенный размер должен быть у швов, они должны быть одинаковые и хорошо затертые. Также соответствие полной картины – это субъективные оценки, выполнено, не выполнено. Есть, иногда бывают сколы, но здесь на этой работе нету сколы. Для многих WorldSkills – это шанс повысить свой профессионализм, а также возможность презентовать себя работодателю, рассказал нам Артамонов Алексей, студент второго курса теплоснабжения и теплотехнического оборудования. Совсем недавно Алексея пригласили войти в российскую сборную WorldSkills в Москве, хотя сантехникой и отоплением юный специалист занимается только второй год. Буквально месяц назад меня пригласили на сборочный чемпионат в город Москву, чтобы вступить в сборную России, я приехал туда и меня взяли в сборную России. Было три задания. Выбрали один модуль из всей системы отопления, например, сантехники, выбрали модуль отопления. Все было связано чисто с медью, с пайкой медью, гибкой медью. И самое основное задание это было сделать полотеносушитель своими руками, то есть спроектировать его, выдержать все размеры. И самое трудное было, что это надо было сделать из одного куска трубы, по всем правилам, чтобы он выдавал ватты, киловатты и все. Чемпионы из республики, по словам регионального координатора WorldSkills, есть среди поваров и кондитеров, а также в последнее время профессиональный рост наблюдается в строительной сфере. Мы по Дальному Востоку выступили по 21 компетенции и практически по всем компетенциям заняли призовые места. Таким образом, по Дальному Востоку республика Саха-Якутия лучше. Союз WorldSkills России объявил конкурс на право проведения федерального чемпионата в одном из субъектов. В движение вступили 84 участника из разных концов страны. Республика Саха на данный момент обсуждает готовность региона провести всероссийский конкурс у себя, чтобы тоже подать заявку на участие. Иван Бадоницын, Илья Жараев, МВК Саха, Якутск.